Всем привет! Меня зовут Матвей Григорьев, и я расскажу вам о том, как мы тестировали производительность DodoEase последние несколько месяцев. DodoEase — это нервная система нашей сети. Она обрабатывает огромное количество информации, передает ее, собирает. И если она останавливается, то сеть парализуется. Материум огромные убытки, и, в общем, это очень плохо. При этом наша сеть растет, растет очень быстро, и те системы, которые еще вчера справлялись с нагрузкой, сегодня могут вдруг выключиться и не справиться. Мы долгое время не понимали, где же находится тот предел производительности, который может наша система выдержать. Более того, ситуация усугублялась тем, что этот предел постоянно менялся. Каждый релиз, каждое изменение DodoEase может как серьезно повысить эту планку, так и опустить ее ниже плинтуса. Извините. Так вот, раньше мы узнавали об этом пределе так. В пятницу вечером, час пик. Вдруг перестает работать сайт, мобильное приложение, трекинг или что-то еще. В итоге мы не можем принимать заказы, не можем их готовить, у всех паника, мы раздаем подарочные сертификации за опоздание. В общем, ничего хорошего. В фиосе стало падение 21 апреля прошлого года в самый разгар федеральной рекламной кампании, когда мы за день только потеряли заказы в больше, чем на 4 миллиона рублей. Это было фиаско, и мы поняли, что с этим надо что-то делать. Тогда мы начали первый наш эксперимент с нагрузочным тестированием внутри компании. Мы написали скрипты для мобильного приложения, для API-мобильного приложения, через которые мы создавали заказы и таким образом нагружали нашу систему, изучая, как же она себя ведет под нагрузкой. Это дало нам очень много полезной информации. Мы, как команда DoDoIs, сделали большое количество улучшений. Но важный момент. Мобильное приложение — это не вся DoDoIs, это только небольшая ее часть. И, соответственно, тот механизм тестирования, который был создан, он не учитывал ни заказы, создаваемые в ресторане, ни сайт, ни нагрузку, создаваемую трекерами и другими системами, с которыми тоже работают люди, как клиенты, так и наши сотрудники. Поэтому мы понимали, что нужно расти, нужно разрабатывать этот механизм дальше. Для этого мы выделили для себя несколько важных метрик. В первую очередь, нам нужно было понять, сколько заказов в минуту может выдерживать наша система, как долго она может держать подобную нагрузку, и как она себя будет вести, если что-то пойдет не так, если, например, отключится карта Яндекса, как это случалось у нас не так давно, или выйдет из строя та или иная подсистема. DoDoIs — конструкция сложная. Она состоит из десятков серверов, огромного количества различных приложений, API, сервисов. И проблема состояла в том, что мы просто не могли, у нас не было достаточно опыта, достаточно времени для того, чтобы полностью эмулировать поведение всех наших пользователей на тестовом стенде. Поэтому для того, чтобы решить эту задачу, мы привлекли профессионалов, коллег из компании Performance Lab, которые помогли нам построить механизм, систему нагрузоченного тестирования в компании. Проанализировав поведение пользователей в праздничные дни, поговорив с маркетологами, мы поставили для себя планку. Наша система DoDoIs должна выдерживать как минимум втрое больше объем заказов на тестовом стенде, чем те максимумы, которые мы видим в данный момент в реальной жизни, на продакшене. При этом на тот момент, на момент старта проекта, это было несколько месяцев назад, ни о каких 300% конечно не было и речи. Мы с трудом выдерживали нагрузку текущую, то есть 100%, да и то периодически падали. Взявшись за работу, мы наткнулись на большое количество неожиданных для нас проблем. Так, например, выяснилось, что нет какого-то единого места, единого документа, единой головы, в конце концов, которая бы знала, как полностью от и до устроена вся DoDoIs. Какие у нас сервера, где и какие у нас приложения развернуты, как у нас что работает. Всю эту информацию пришлось собирать по крупицам. У нас не было механизмов для того, чтобы создать отдельный тестовый стенд, полностью повторяющий продуктовую среду. Да и просто DoDoIs постоянно растет, постоянно меняется, и это было отдельным челленджем успеть не просто создать систему нагрузочного тестирования, но еще и успевать за развитием DoDoIs. Мы поставили для себя несколько технических задач. Именно на первом этапе нам нужно было определить, какие в принципе системы мы хотим тестировать, потому что систем у нас очень много. Часть из них нам нужно нагружать, за частью из них нам нужно следить, а часть нужно просто вынести из рамки, потому что сделать все за те сроки, которые у нас были, было невозможно. Затем мы изучили, как себя ведут реальные пользователи нашей системы. Это и клиенты, и сотрудники пиццерии. Мы составили так называемый профиль нагрузки. Затем мы воссоздали полностью, полную копию того окружения, которое есть у нас в реальной жизни, то есть всех тех серверов, которые работают у нас с реальными клиентами. Мы взвернули там все приложения, написали скрипты, которые создавали эту фейковую нагрузку и автоматизировали главную сеть процессов, потому что каждый эксперимент, каждый запуск нагрузочных тестов — это чаще всего разрушение системы. А значит, нам нужно быстро уметь восстанавливать ее и разворачивать с нуля. И, наконец, мы сделали так, чтобы ни один релиз, а перед Новым годом это было особенно критично, не мог выйти в свет, ни один релиз DODUS не мог выйти в свет без того, чтобы быть протестированным на нагрузке. И мы сделали это. Этот скучный, неинтересный график — это один из главных результатов нашей работы. Причем, что важно, чем этот график скучнее, тем лучше, извиняюсь. Он отображает стабильность нашей системы. Для того, чтобы добиться этих результатов, вся команда DODUS, все разработчики последние недели перед Новым годом сделали десятки правок, сотни каких-то улучшений системы, основываясь на тех данных, которые мы получили на нашем стенде. Всего на проект был потрачен около 5,5 миллионов рублей. Это довольно много. Но если сравнить с потерями, а только за 2018 год по самым скромным оценкам мы потеряли больше 10 миллионов из-за простоев, связанных с падениями DODUS, то обнаружится, что это не такая большая сумма, и она очень быстро окупится. Особенно если учесть, что наша сеть растет, растет очень быстро, и каждая минута простой DODUS стоит все дороже с каждым днем. Другим важным показателем является то, что мы пережили новогодние праздники. Тот период новогодних корпоративов, который был перед Новым годом, сами новогодние праздники, это были одни из самых спокойных, наверное, праздничных дней в нашей компании за очень долгое время. Поэтому я считаю, что это очень большое достижение. А еще теперь мы можем видеть будущее. Мы можем предсказывать поведение системы, мы можем предсказывать ее развитие. Мы можем предсказать, например, как система поведет себя в очередной день пиццы, когда клиенты ринутся заказывать в пиццерии, а не на сайте приложений. Мы можем понять, как система будет себя вести, когда пиццерий станет значительно больше в нашей сети и так далее. Тут важно понимать, что нагрузочное тестирование, к сожалению, не панацея. То есть всегда есть шанс, что мы что-то упустили, всегда есть шанс, что на продакшн просочится какой-то критичный баг. Но одну из главных болей в последнее время мы все-таки сняли. Теперь падения не связаны с пиками нагрузки. И если они есть, то они, как правило, носят какой-то локальный и разовый характер. А не системный. Впереди у нас еще много работы, конечно. Нам нужно научиться тестировать сервисы, которые работают в других странах. Сервисы, которые, например, обслуживают сразу несколько стран. Китайский вариант DODIS, потому что, как вы помните, скоро весной мы запускаемся в Китай. Запускаем в Китай большую новую пиццерию будущего. Поэтому работы много. И еще увидимся. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok